Всем привет, я Ростовский, а это Crusader Kings 3, и сегодня я хочу совершить невероятное путешествие от одного края карты в другой. Не знаю, зачем мне это надо, но я точно уверен, что во время этого пути будет довольно-таки весело. Я, правда, еще не определился, откуда именно мы начнем и где закончим, но у меня есть несколько вариантов. Первый, начать где-нибудь здесь, в Африке, и отправиться в противоположный угол карты в провинцию Катера. То есть вот сюда. Стоп, это не провинция Катары, это целое герцогство здесь, я так понял, да. Нам нужно вот сюда, вот в самую крайнюю провинцию карты. Либо мы можем, наоборот, начать с Катеры и отправиться в Африку. И еще один вариант начать в Исландии, но здесь, в противоположном углу карты, нет никаких провинций. Есть вот эти вот острова, но их нельзя захватить, а плыть, например, на Мальдивы или в Ламбаркану, или вообще вот сюда, мне кажется, немного неподходящим для нас вариантом, потому что нужно именно от края до края. Из одного угла в другой. Тем более, здесь у нас в Исландии находятся викинги, а у викингов есть варяжское приключение, которое позволяет очень легко путешествовать из одного места в другое. А я не хочу пользоваться этим варяжским приключением. То есть мы будем каким-то другим способом добираться из одного места в другое, поэтому, да, давайте выберем первый вариант. Мы начнем где-нибудь здесь, в Африке, и отправимся на Байкал. Немного отдохнем здесь, потом, может быть, вернемся обратно. А может быть, и не вернемся, останемся тут жить. Здесь очень красиво, снег, тайга, горы. Конечно, вряд ли нас после такого путешествия напоят теплым чаем и погладят по голове. Скорее всего, когда мы сюда придем, нам все захотят дать по морде. Но я готов пойти на этот риск, готов столкнуться со всеми трудностями. Так что давайте придумаем, за кого мы начнем. Мне нравится вот этот вот молодой человек, Ямана Тиги Кпангба. Либо можно выбрать кого-то еще из этих ребят. Но посмотрите, он фанатик, он гневливый, он общительный. В целом, это неплохие свойства. Из-за него можно будет нормально поиграть, без всяких трудностей. То есть, он ничего не боится, он хорошо будет воевать, тем более против иноверцев. И мне кажется, этот вариант нам больше всего подходит. Вообще, можно было бы еще отсюда начать. И просто всю Африку по берегу обогнуть. Потом здесь как-то пройти и добраться до Катеры. Но давайте начнем наш путь именно отсюда из кассы. Блин, как тут красиво тоже. Хотя в Тиге мне нравится больше, но здесь берег Гвинеи, море, тепло, можно купаться сколько угодно. Ладно, давайте начнем. Кстати, правила игры. Включаем, естественно, железную волю. Здесь у меня вроде как все окей. А, надо включить создание семей. Историческое переселение венгров. Да, все, все вроде бы нормально. Начинаем. Вот он, прекрасный молодой правитель Кпангба. Его прекрасная жена, которой тоже 32 года, как и ему, что у нее со свойствами. Упертая, смирение, отвага, окей. У меня сразу же есть две дочки. Давайте посмотрим на мою конфессию, Роксен. Я не помню, какие у них тут догматы. Принадлежность к общине. Это, кстати, не очень, потому что я не смогу быстро менять конфессию в провинциях с другой культурой. У нас реинкарнация есть. Ммм, неплохо. Сопротивление обращению плюс 20%. И почитание предков у нас есть. Бонус при завершении паломничества я получаю. Ну, конфессия такая себе. Реформировать, естественно, я ее не буду. Хотя здесь это очень легко сделать. В Африке все священные места находятся рядом. Здесь очень много всяких независимых племен. И с ними легко воевать. Но для реформации нам нужно еще много благочестия. И вообще заниматься мы будем сегодня не этим. Не знаю, принесу ли я свою религию сюда и свою культуру. Возможно, пока мы будем добираться до этой катеры, наша династия изменится до неузнаваемости. Кстати, классная шляпа у Кпанги. Если что, это вроде как из мода Community Flavor Pack. То есть в оригинальной игре таких шляп нет. А еще, кстати, я поставил классный мод. Нашел его в мастерской, который показывает мое отношение к другим персонажам. Не знаю, почему в обычной игре такой штуки нет. Мне кажется, это довольно-таки полезно, чтобы полноценно, например, отыгрывать своего персонажа. То есть я вижу, что к своей жене я отношусь хорошо. К своим детям тоже. А вот, например, к этому мужику плохо. И могу посмотреть почему. Окей, что насчет решений. Здесь ничего интересного. Детям нужны опекуны. Кстати, кстати, я не посмотрел доктрины нашей конфессии. А, у нас равенство. То есть мои дочери вполне спокойно могут стать моими наследниками. Главы конфессии у нас нет. Полдуховенство кто угодно. Развод всегда позволен, это хорошо. И еще у нас плюрализм. То есть еще медленнее провинции будут обращаться в нашу конфессию. Что насчет моей армии. 935 человек. Довольно-таки неплохо, кстати. У меня немного золота. У меня немного престижа, благочестия. И еще я могу набрать себе наложниц. Давайте посмотрим. О, Маима. Красотка. Давай сюда. Вот эту подругу тоже можно взять. Какие классные у вас у всех головные уборы. Блин. Я тоже хочу такой колпак или что это. Хм, выглядит круто. Правда, он, наверное, тяжелый. Потому что металлический. Но я бы в таком прогулялся. Так, что насчет образа жизни. У нас военное дело здесь. Хм, давайте, наверное, на нем и останемся. Только я сброшу достоинства. Нервный срыв, я думаю, мы переживем. Давайте я возьму себе авторитет на прирост ужаса и прирост контроля. Здесь мне 100% нужна справедливая война, чтобы казус были меньше стоил. Осады побыстрее нам тоже нужны. Подножный корм 100% тоже нужен. Скорость передвижения нам нужна. Ну, этого хватит, я думаю. Хотя можно было бы еще службу короне взять, но ладно. Давайте пока что посидим на месте. Никуда не будем плыть. Загоняем на охоту, чтобы уровень стресса сбросить. И потом уже отправимся в путешествие. Так, у нас тут погоня за зайцем идет. Конечно, мы его догоняем. Вассалов у меня никаких нет, даже баронов. Советники хорошие, кстати. На удивление, можно этого мужика нанять. И давайте пока что подумаем, как мы будем путешествовать вообще. Какие у меня есть казус были? О, завоевание графства у меня есть. Отлично. Мы, скорее всего, не будем идти здесь по берегу. То есть дальше мы, понятное дело, пойдем вот так диагонально. И мне, скорее всего, придется по берегу идти. Хотя здесь сильные страны. Смогу ли я с ними справиться, я не знаю. Но сейчас мы с вами пойдем на Канарские острова. Захватим их. Правда, есть одна проблема. Здесь довольно-таки сильный правитель. То есть он посильнее, чем я. Поэтому у меня есть две дочки. Нужно найти себе союзника. А, никто со мной не хочет дружить? Печально. А что насчет второй дочки? Тоже никто ее не хочет. Это плохо. Кстати, мне еще нужен придворный врач. Но у меня очень мало золота. Что насчет развития в моей столице? Два. Угу. Все очень плохо. Но в том месте, куда я направляюсь, все еще хуже. Тут развития вообще ноль. То есть тут нет ничего. Просто голые скалы. Здесь даже нет каких-то стен, наверное, у поселений. Но ничего. Когда я туда приду, мы наведем там порядок. Я, правда, не знаю, как мы будем пробираться через Кыргызский Каганат. Но надеюсь, они нас не уничтожат. Я, если что, не боюсь быть чем-то вассалом. То есть независимость мне здесь особо не нужна. Я смогу путешествовать, будучи чем-то вассалом. Но, конечно, это нежелательно. Потому что если меня вассализирует иноверец, то мне придется либо принять его конфессию, либо он меня уничтожит просто. О, а вот и первый союзник, те мне. У них тоже тут моя конфессия, это хорошо. Брак матрилинейный мы делаем. Странно, что он соглашается, но окей. Возможно, это из-за того, что у него уже есть сын. И если моя дочь, кстати, родит ему кого-то, то я потом смогу убить его сына. И здесь будет править моя династия. Ха. Но стоит ли мне это делать? Зачем мне вообще это надо? Хорошо. Дочь вступила в брак. Она упертая, она гневливая, она сдержанная. Ну, в целом, неплохо. Правда, она косолапая и пьяница. Это не очень хорошие свойства. Но, в принципе, как наследница, она неплохая. Хотя у меня есть еще одна дочь. Я ее буду лично воспитывать. В дипломатию пусть она идет. Я думаю, что мы прямо сейчас можем нападать уже на Канарские острова. Потому что союзник у меня есть. Только нужно нам немного позаработать золото. Поэтому соберем налетчиков. Давайте посмотрим, кого я вообще грабить могу. О, вот этих ребят. Налу. Они пытаются обороняться, но бесполезно. Так, а что у меня насчет профессионалов? Один отряд пикинеров, один отряд стрелков. Ладно, сойдет. Здесь больше грабить нечего. Какие-то воины идут. Вот поскорее бы отсюда сбежать. Потому что тут будут нас грабить все. Если кто-то вдруг захочет меня захватить, то я вряд ли смогу что-то сделать. Хотя союзник у меня есть, опять же. Так что можно будет попытаться справиться со всем. Идем теперь сюда на налет. 15 золота можно заработать. Хорошо. И еще вот эту провинцию ограбим. 62 золота у меня теперь есть. Неплохо так мы заработали. Теперь нужно немного отдохнуть, чтобы наше ополчение пополнилось. И мы вместе с нашим союзником будем нападать на Канарские острова. Все, думаю, пришло время нападать. Как дела у Темни? 1100 человек у него есть в армии. И нормально. Можно спокойно нападать. Ой, я думал Канарские острова это всего лишь одна провинция. Их тут целых две. Но герцог своего я захватить не смогу. Потому что мне не хватает уровня престижа. Но мне хватит вот этой провинции Фуэрт Эвентура. Ой, еще и Мадейра им принадлежит. Наверное, здесь довольно-таки скучно жить. Хотя вряд ли кто-то захочет их провинцией захватить. Но Яма на Тиге к Пангбе вообще плевать. Он просто решил отправиться на другой край света. Так, сразу зовем союзника. Около месяца назад мне начал сниться один и тот же сон, в котором я веду теологический диспут и мой собеседник Панголь. Панголь и Панголь. Что? Кто такие Панголи? Нужно загуглить. Флоран Синамо Панголь. Французский футболист нападает. Стоп, это не то. А, может быть это имя нашего бога? Скорее всего так и есть. В общем, Панголь, даруй мне здоровье и долголетие. Оздоровление на 10 лет. Огромный бонус к здоровью. Спасибо. Сколько будет стоить погружение? 10 золота. Мне кажется, что лучше здесь идти пешком. Вообще, какой-то очень странный маршрут у нас идет. Сначала на море, потом на сушу, потом опять на море. Давайте просто сразу пойдем пешком. 10 месяцев у нас этот путь займет. Мой союзник почему-то стоит на месте. Будет неприятно, если я сейчас уйду из своих владений и сюда приплывет армия Канарских островов. Скорее всего так и будет. Но им вообще выгоднее стоять здесь на обороне. Так, друзья, вы не хотите со мной пойти? Я, конечно, понимаю, что это немного безумное решение, но мне нужна ваша помощь. Статус-кво мне тут сразу же предлагают. Не, спасибо. Если я сделаю высадку, то меня быстро уничтожат. Потому что у меня не очень большая армия, и они будут слабые после передвижения по морю. Поэтому мне и нужны мои союзники. Почему они стоят? Может быть, я еще кого-то смогу найти? Джолов. 1200. Салум. 600. Ну давайте Джолов возьмем. Еще у меня есть сын, но с ним мы потом разберемся. Так, давайте тоже ко мне на помощь. Может быть, хотя бы они пойдут. Нет, они тоже стоят на месте. Ребят, о! Они двигаются, смотрите. Это хорошо. Дочь родилась. У меня одна ложница, отлично. Ага, они объединились и стоят на месте теперь вдвоем. Ладно, давайте попробуем тут покружиться вокруг Канарских островов. Может быть, мои союзники все-таки пойдут на помощь. Высадимся вот сюда. Привет, мужики. В этом как? Нормально? Мы вас захватывать пришли. Да-да, все отлично. Да-да, идите захватывайте. Ну, примерно так я их диалог представляю. Стоят на месте. Хм. Ну, у вас же есть золото на переправку по морю. Почему вы не идете на помощь? Хм. 985 у меня солдат. У этих 1200. Если я приду сюда, здесь у нас что? Равнины, но они будут обороняющимися. Хотя там будет переправа через реку, что сыграет мне на руку. Не знаю, не знаю. Союзники стоят на месте до сих пор. В общем, на них уже нет смысла рассчитывать. На наемников у меня хватит золота. Хм. Я могу взять наемников. Правда, я уйду в огромный минус, поэтому лучше этого не делать. Блин, хорошо стоим. Я боюсь ставить пятую скорость, потому что они могут резко начать на меня идти. Хотя убежать я, скорее всего, успею. Все-таки тут переправа. Так, хорошо. Я захватил их столицу, но этого мало. О, смотрите. Наши союзники пошли. О, они как раз таки идут ко мне. Хорошо. Значит, мы тут постоим, их дождемся. Я недоумеваю. Что за грандиозный подарок? Моя жена собирается сделать мне во дворе. Но все становится ясно, когда Фарина Маима приказывает группе солдат выстроиться передо мной и салютует мне. Полный полк, собранный в моих землях. Они готовы служить вам. Это поистине грандиозный подарок. Жена подарила мне 170 человек. Вау. А вы куда пошли? Почему вы развернулись? А, они пошли к этой армии. Мужики, нам сюда надо. Кстати, по этому морю, судя по всему, нельзя ходить. Именно поэтому наши ребята тут в обход топали. Союзники вроде бы что-то делают, а вроде бы и нет. Но меня радует, что наши враги на меня не нападают. О, у меня родился сын с сильным телом. Я бы хотел, чтобы он был наследником. Но это будет довольно-таки сложно сделать. Может быть, искусственный интеллект не может понять, что здесь можно пройти. Хотя до этого он маршрут туда прокладывал. Вот, сейчас они идут. Давайте, давайте, умоляю вас. Ну куда вы, зачем вы опять развернулись? Так, если я разделю свою армию. Когда она была разделена, они пытались ко мне пройти. Сейчас они опять развернулись и идут. Окей, раз уж мои друзья не идут ко мне на помощь, попробуем сами со всем разобраться. Высадимся сначала вот на этот остров. И потом отсюда попробуем напасть. О, смотрите. Они решили пойти освободить эту провинцию. Значит, мы успеем захватить Фуэрто-Вентуру. Куда они идут? Что вы делаете? А, они просто там встали. Окей. Тем временем эти стоят. Просто стоят. Плюс 77%, отлично. Так, а куда они, куда они пошли? Вряд ли ко мне. Нет, они реально ко мне пошли. А мы сможем отбиться? Да, без проблем. Они только высадились у нас тут. Холмы. Мы обороняемся. Без проблем. 100%. Я еще и наследника этого мужика поймал. Ну, конечно же, его мы продадим. У меня все равно 100%. Навязываем требования. Отлично. Первый шаг к Байкалу сделан. Надеюсь, кыргызский каганат к моменту, когда я туда приду, развалится. Спасибо большое союзникам за помощь, конечно же. Как дела у нас в Фуэрто-Вентуру? Отличная сеть дорог тут есть, порядок в тавернах, расширение общественных работ, ну и работа до смерти. Но в целом, эта провинция себя прекрасно чувствует. Я не знаю, создавать ли мне герцогство, я могу прямо сейчас это сделать. Наверное, да, наверное, стоит. Еще пусть моя жена мне помогает с управлением доменом. Потому что если бы я не был герцогом, то после моей смерти у меня бы вообще все земли развалились. Хотя это не так уж и плохо. Можно просто перед смертью переносить столицу в самую ближайшую точку. И главное, чтобы она у меня оставалась. Надо здесь сразу же повышать контроль. И куда мы с вами пойдем дальше? До куда я дотягиваюсь вообще? Это уже далеко. Сардиния тоже далеко. Ну вот, Беджая, видимо, наш вариант. Правда, у Эмира Мухаммада ибн Афлака очень много союзников, целых две штуки. Я его вряд ли смогу победить, тем более с такими союзниками, которые никуда не идут. Блин, здесь у всех очень много союзников. Хотя у Рустамидов нет золота, нет благочестия. Что насчет Мальорки? Еще один остров тоже, он далеко от меня. Хм. А если мы захватим сначала Сеуту, а потом пойдем в Мальорку? Такой вариант, мне кажется, довольно-таки неплохим. У них нет союзников, и у этих нет союзников. Сколько будет обращаться провинция эта в нашу конфессию? Бесконечно, судя по всему. А если культуру менять? Ну, уйдет на это 6 лет, а через 6 лет уже можно будет сменить конфессию. Хотя я не вижу в этом смысла. Ну ладно, тогда мы идем в Сеуту захватить герцогство. Да, здесь мне даже союзники не пригодятся. Главное из этой Сеуты потом моментально убежать, потому что Идресиды, Амияды наверняка захотят меня захватить, и мне надо будет эту провинцию им по-любому отдать. Поэтому мы, скорее всего, даже не Мальорку будем захватывать, а Минорку. Какие классные названия. Это что? И Виса. Ну, вообще не в тему. Собираемся, воины. Вас ждет очередное плавание. Сразу же высаживаемся в битву. У меня выросла дочь. Еще родился сын. У меня 7 штук детей. Вау, типичный африканский правитель с наложницами. Так, здесь, я думаю, можно уже отойти от военного дела. Давайте переключимся, наверное, на домен. Прокачаем немного управления. В будущем, кстати, союзников у меня, скорее всего, не будет вообще, если я не приму какую-нибудь другую конфессию. Потому что чуваки из Африки, очевидно, не пойдут куда-нибудь сюда мне помогать. Хотя пойдут, конечно, но вряд ли дойдут. Все, Сеута наша. Распускаем войско. Очень-очень хорошо. Ой, у меня умерла жена. 5 детей она мне родила. Молодец какая. Ну, я найду себе новую. Ну, да, я понятливая. Хорошо. Хотя надо было брать жену на управление. Но и у этой управления неплохое. Плюс один к вочине я получаю. Теперь я, кстати, даже до Сардинии дотягиваюсь. Это неплохо, потому что можно захватить, например, Галуру. Но католики очень злые, которые здесь находятся. Хотя тут еще православные. И они наверняка захотят от меня избавиться. Поэтому лучше захватить Минорку. Тем более она слабее. Здесь мы без проблем ее заберем. И уже из Минорки, возможно, пойдем в Галуру. Объявляем еще одну войну. Привет, ребята. Вы не ожидали, а мы пришли. Приятно воевать с чуваками, у которых всего лишь одна провинция есть. Пришел, осадил, все. Забрал себе. Так, здесь, я думаю, вот этих всех ребят можно спокойно казнить. Хотя можно кого-то и завербовать. Вот этот мужик пусть будет моим придворным врачом. Ребенка я отпущу. А вот этого казнить. И вот этого тоже казнить. Мы, кстати, уже пришли в феодальные земли. Здесь везде замки. А дотягиваюсь ли я до Рима? Да. Может быть, мы захватим себе Рим. Но, конечно же, мы не сможем этого сделать. Потому что у папы есть золото и все остальное. Потом против нас вообще все ополчатся. Думаю, уже можно первого вассала сделать себе. Отдам своей дочке вот эту провинцию. И пусть она моим канцлером будет. Хорошо. Ой, у нас тут Сардиния объединилась. Это плохо. Куда мне тогда идти? Может быть, мне вообще Италию объявить войну? Посмотрите, они очень слабы. У них минус 500 золота. 130 человек в армии. Это будет довольно-таки легко. Хотя можно Арвитела захватить. Но, опять же, блин. Здесь папства. Здесь большие вот эти страны. И они наверняка захотят меня уничтожить. Еще, кстати, Неаполь можно захватить. Да, наверное, мы заберем себе Неаполь. Потому что из Неаполя я смогу попасть вот сюда, на Крит. И, скорее всего, тут начнется самый сложный этап нашего приключения. Потому что мне придется как-то через Византийскую империю, через Абасидов, через Хазарию двигаться. Либо мы вообще можем здесь пойти через Карпатию. Но, в любом случае, Неаполь мне нужен объявить войну. Стоп, я не посмотрел, сколько золота у Неаполя. 207. Возьмет ли он наемников? Да, походу взял. Потому что золото он потерял. Но попробуем как-то справиться. Вполне возможно, где-нибудь здесь мы с вами примем другую конфессию. Хотя, вообще, вот в этих землях нам надо будет, наверное, взять тенгрянство. Потому что они разжигатели войны. И они нам будут не очень рады. Ладно, плывем в Неаполь. 1500 солдат у них, блин. Это очень много. У них еще есть бронированная пехота. Которыми я явно не справлюсь. Что же делать? Позвать союзников? Но присоединяться ли они ко мне? У меня есть куча детей. Может быть, я еще кого-то смогу найти поближе. Джолов. Ну, давайте, хотя бы вас позову. А вот и появилась целая куча фракций популистов. Но ничего. Так, союзников у меня много. Надеюсь, кто-то из них хотя бы сюда приплывет. Мне бы тут 500 человек хватило вполне, я думаю. Хотя они тут обороняются. И опять же, тяжелая пехота у них есть. Будет неприятно. О, смотрите, они реально идут ко мне на помощь. Какие молодцы. Давайте тогда я пока здесь в Сардине посижу немного. Никто же не будет против. А вот и наши друзья пришли. Так, куда они направляются? Прям в Неаполь. Подождите, подождите меня. Такой огромный путь они проделали просто, чтобы помочь мне в войне. Какие молодцы. Неаполь будет наш. Тут еще одна война моего союзника, но мы на это не обращаем внимания. Ой, у меня дочь в плену, которая еще и моя наследница. Это неприятно. Надеюсь, ее освободят. Да, освободили, отлично. Захватываем Неаполь вместе со всей нашей африканской дружиной. Наши союзники вообще не щадят неапольских воинов. Просто их разносят в щепки. Ну и правильно делают. 100% Неаполь принадлежит нам. Мы уже проделали довольно-таки большой путь на самом деле. Границы моего государства просто невероятные. Здесь находится столица. Дальше на Канарах тут одна провинция есть. Здесь одна провинция, еще один остров и Неаполь. Давайте, наверное, сюда принесем нашу столицу. Хотя здесь опасно держать столицу, потому что на Неаполь наверняка у кого-то есть много претензий. И кто-то наверняка захочет на меня напасть. Тем более, учитывая, что я иноверец. Так, давайте подумаем, как мы пойдем дальше. Через Закарпатию или через Крит? Через Византию. Скорее всего, когда я захвачу Крит, я не дотянусь до вот этих вот земель. Хотя нет, я уже до них дотягиваюсь. Хм, так мы можем просто прямо сейчас отправиться в Буджак. Почему Мадьярская конфедерация до сих пор не переселилась в Венгрию? Странно. Или, может быть, и не чуть позже это буду делать? Потому что переселение венгриев у меня стоит историческое. Ну ладно, давайте пойдем сюда, заберем себя. Какая тут самая развитая? Да они тут все плохие. Даже не хочется из Неаполя как-то уходить. Здесь 14 развития и даже постройки. Но что поделать, нам нужно до другого конца карты дойти. Мы заберем себе... Ладно, сейчас посмотрим, может быть где-то постройка есть? Нет. Значит, заберем себе провинцию Четатя-Албе. Объявить войну. Собираемся в Неаполе. Кстати, пока мои союзники отсюда не ушли, надо их позвать снова на помощь. Или они уже успели убежать? Видимо, да, они как-то распустили свою армию. Так, нужно сделать еще одного вассала. Дам этот остров кому-нибудь из своих детей. Вот, сыну. Хорошо. Дугс Феодот может присоединиться к войне? Что ж ты что? Дугс Феодот, оптиматы, 800 человек. Хм, опасно, но не сильно опасно. Потому что ко мне плывут уже мои союзники, как только их дождусь, мы пойдем в атаку. Нас тут 2 500, но нужно еще этих ребят дождаться. 800 человек плывет. Кстати, у меня появился какой-то православный вассал, мэр Стефан. Надо потребовать обращения, хотя он не согласится. А, ну за влияние можно. Хотя, нет, я не хочу за влияние. Пусть валит в темницу. Да, это 5 тираний, на 5 тираний это не так уж и много. Ой, как неудачно я здесь высадился, прям максимально неудачно. И мне сейчас разнесут. А союзники вообще с этой стороны идут. Аааа, какая же это ошибка. Половину своего войска я потерял. И мы отступили в Крым. Друзья, давайте-ка мне на помощь скорее. Стоп, что? Еще мунтение помогает нашему противнику. Ну, надо бежать на помощь. Вообще, я могу еще наемников взять, потому что золота у меня много. Ну, давайте соберемся с союзниками и попробуем ответный удар нанести. У нас армия 2300, у них 1900. Ну, мы можем победить, я думаю. Главное правильно маршрут выбирать. Ой, а мы же тут не сможем пройти нормально. Мммм, через Дунай тут нет никакой переправы. Ладно, придется позахватывать немного. Все, теперь мы можем пройти спокойно. Без потерь лишних. А, нет, союзники решили тут еще захватить провинцию, но окей. Ой, 3200. Почему так много? Может быть отступим или нет? Будем стоять здесь до конца, но мы проиграем. Надо было звать наемников. Блин, но битва почти равная. Видимо, в этой войне мне придется сдаться. 49 золота я потеряю, 150 престижа потеряю. Не так уж и много. Не ожидал я, что этот герцог Корнерио найдет себе союзников. Но, думаю, на этом мы закончим сегодняшнюю серию. Конечно же, как всегда, я думал, что я успею все это сделать за один ролик. Но, видимо, придется сделать еще один, а может быть и даже целых два. Потому что до Байкала мы с вами должны обязательно дойти. Я думаю, что мы с вами даже попробуем здесь основать свое королевство. То есть создадим Бурятию, познакомимся с местными обитателями. И, возможно, мы даже примем их конфессию. Или, наоборот, останемся при своей. В общем, по ходу дела посмотрим. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Если вы до сих пор не подписаны, вступайте в группу ВК. Пишите в комментарии, как вам эта серия. Всем спасибо и всем пока.